Привет, ребят! В данном видео разберем, как подключить монетизацию на Яндекс.Эфир. Также с какой проблемой вы можете столкнуться и вообще, в общем-то, пару советов от меня. Я вообще думал на самом деле записывать данный видос или не записывать, но вы сейчас все поймете. В общем-то, давайте перейдем в Яндекс.Эфир. Смотрите, у меня вот уже 11 600 просмотров. Нужно для того, чтобы подключить монетизацию, кто не знает, 10 000 просмотров. Принять условия использования сервиса, но это вы делаете сразу, как только регистрируетесь здесь. Поэтому отметка эта сразу будет готова. Далее нужно набрать просмотры. Ребят, чтобы мне набрать эти просмотры, я загрузил вот 53 видоса. Смотрите, чтобы набрать эти просмотры, вгрузите видосы, пока они не наберутся. Ну просто грузите, 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 грузите. Смотрите, какой-то выстрелит, может не выстрелит. У меня так никакой и не выстрелил, но все равно просмотры набрались. Были пару выстрелов, вот такие небольших, сейчас я их покажу. Смотрите, вот у меня один видос набрал там 3600 просмотров, 1800, вот какой-то еще там был, по-моему, 1000 с чем-то набрал какой-то. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что, в принципе, остальные не выстрелили. Но 10 тысяч просмотров набрались, и это реально намного, намного легче, чем подключить монетизацию на YouTube. То есть, там на 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров, здесь реально это в натуре легче. Ну, честно. Что мы делаем далее? Далее самое такое вот неприятненькое. Вот в YouTube есть AdSense, здесь есть рекламная сеть Яндекса. Нажимаем зарегистрироваться в РСЯ, это аббревиатура, сокращенно так называется, вход в личный кабинет. Так как вы уже, скорее всего, будете в Яндексе регистрироваться, скорее всего, у вас будет уже свой Яндекс кошелек и так далее, да? Идентифицирован, естественно. Нажимаем присоединиться. Что происходит далее? Далее мы должны выбрать страну, страну, в которой мы живем. Естественно, данные все указываем правильно, ребят. И я сейчас, конечно же, расскажу, почему. Ну, допустим, выбираем Украину. Далее, какое лицо физическое, да? Кстати, ребят, кто думает, что в Украине здесь нельзя зарабатывать, можно, без проблем, все сделано четко и классно. Единственное, это для России, для жителей России Яндекс.Эфир платит за них налоги. То есть, вам денежка выдается уже с уплатой налогов. А в Украине вам отдают все. А налоги дальше хотите платить, хотите не платить, это дело каждого. Смотрите, далее, контактная информация, фамилия, имя, дата рождения, email, номер телефона и обязательно электронная копия паспорта. Несколько файлов размером не более 5 мегабайт. Загружайте сюда копии своего паспорта. Смотрите, если это книжка, то там, ну понятно, там первая, вторая страница, прописка. Если ID карта, то с передней и задней стороны, понятно. Как бы ничего сложного нет. Далее, смотрите, вводим адрес, город, в общем-то, где вы там проживаете, да, ну это понятно все. И далее платежная информация, номер паспорта. Номер паспорта, ребят, нужен тот, на который зарегистрирован Яндекс.Деньги. То есть, поэтому я говорю, что должен быть, естественно, идентифицирован ваш Яндекс.Кошелек. Смотрите, далее вводите имя, фамилию, отчество и номер счета в Яндекс.Деньгах. То есть, номер счета, это понятно, ну, ваш счет, ваш кошелек. Далее, сайт или приложение. То есть, ну, как используйте, нажимаете веб-сайт, домен, ну, Яндекс.Эфир, скидываете домен. Домен, это, ребят, вот, скидываете ссылку на свой канал в Яндекс.Эфире. И далее добавить еще один сайт, нет, не надо, подтверждение. Так, я знакомился. Все, вы нажимаете, что вы ознакомились. Далее у меня есть аккаунт, если нет, то не надо. И далее нажимаете отправить заявку на участие. Ребят, теперь, почему, почему я думал насчет того, записывать данный видос или не записывать. Дело в том, что у меня случилась такая проблема, я вообще о ней забыл. Яндекс.Деньги сделаны не на меня. Ну, так вышло, так бывает, знаете, делаете, у вас нет какой-то возможности. И вы делаете на кого-то из своих родственников, близких, лучших друзей и так далее. И далее, естественно, естественно, я уже не общаюсь с этим человеком. И мы никогда не будем общаться, это стопудово. А Яндекс.Деньги у меня сделаны на него, на нее. И, в общем-то, в чем прикольчик, в чем прикольчик. В том, что я теперь не могу здесь пройти монетизацию. Потому что у меня нет номера паспорта, естественно, данного человека. Я не могу его здесь ввести и так далее. И, ну, понятно, что еще электронная копия паспорта, это вообще супер-мега-классно. Потому что, естественно, я также не могу сделать. Мой вам один совет. Всегда делайте все исключительно на себя. Я после этого, естественно, это уже понял. И, слава богу, что все остальное сделано исключительно на меня. Но вот такая вот проблемка с Яндекс.Деньгами получилась. Теперь, конечно, это все решается, решаются эти все проблемы. Но на данный канал, вот на данный канал, я уже монетизацию подключить не смогу. Никак. Все. То есть, мне отсюда на видосы все удалять. И, естественно, создавать новые Яндекс.Деньги, новый аккаунт. Потому что даже этот аккаунт я переделать не могу. Ребят, то есть, смотрите, если у вас Яндекс.Деньги сделаны другого человека. Ну, если вы с ним общаетесь, то все нормально. Попросите у него просто сделать копию паспорта, отправить сюда и все. Пользуйтесь дальше. Вот. Но делайте всегда лучше на себя, ребята. Что мне теперь предстоит сделать? Смотрите, с какой проблемой вы можете столкнуться, если у вас вдруг такая фигня возникнет. Смотрите, вам нужно будет это все нафиг удалять. Ну, в общем-то, что я буду делать? Далее. Создавать новый аккаунт полностью на Яндекс. Полностью. Новую почту. Все полностью переделывать. Яндекс.Деньги. Регистрироваться. Потому что переделать я не смогу. Я не могу свой паспорт сюда уже вставить никак. Полностью другой аккаунт. И полностью уже тогда регистрироваться в Яндекс.Эфире. Заливать заново все эти видосы и другие видосы, которые к тому моменту, естественно, уже выйдут. И набирать заново 10 тысяч просмотров. И тогда я только подключусь к рекламной сети Яндекса. Вот такая фигня, ребят, меня ждет. Вот так вот я буду... Вот таким буду я заниматься, в общем-то. Я поэтому так и сказал вначале, что я думал записывать данный видос или не записывать. Потому что монетизацию-то я, в общем-то, не подключил. Там, ребят, кстати, дальше ничего сложного не будет. Вы подключаете монетизацию. Все, у вас уже свой кабинет, как в Google Adsense. У вас ваша прибыль, там все дела. Выводить можно либо на Яндекс.Кошелек, либо на карту. Все, ребят, ну, все работает четко, классно. Просто вам нужно подсоединиться. И не важно, житель какой вы страны видите, да? Россия, Беларусь, Казахстан, Абхазия. Тут, ну, все дела. Откуда угодно можете подключиться. Без проблем. Чтобы никто не пугался, что там для жителей Украины нельзя. Все можно. Все можно без проблем. Вот и все, ребят. Вот такой вот прикольчик у меня случился. Теперь я запишу, наверное, видос следующий о Яндекс.Эфире, когда я это все переделаю. А чтобы переделать, чтобы мне зарегистрировать Яндекс.Кошелек на себя, мне нужно идти к нотариусу, мне нужно заполнять это все, мне нужно ксерокопии моих документов, мне нужно это все отправить в Москву к ним. И, в общем-то, тогда, только когда они это все проверят, мне, ну, одобрят мои Яндекс.Деньги, и тогда я только смогу это все делать. В общем-то, ребятки, вот такая фигня. Всегда, всегда и всегда делайте все только на себя. Исключительно. Никаких родственников, родителей или еще что-либо. Всегда только на себя. Всегда. Надеюсь, я вам вдолбил это в голову, и вы не будете повторять моих ошибок. Ну, не зря же говорят, круче учиться на чужих ошибках, да, чем на своих. Реально, ну, вот вы посмотрели, с какой фигней можно столкнуться, все. Так, я думаю, уже никто из вас, кто посмотрел данное видео, так делать не будет. Ну, никто не будет больше никаких людей левых делать, да. Они вам могут казаться самыми близкими, самыми-самыми. Но вот так вот случается в жизни. Все, ребят, на этом все. Всем удачи. Подключайте монетизацию. Если все сделано на вас, вы это сделаете без проблем. У меня бы она уже была подключена. Сто пудово. Ничего сложного нет. Действительно, ничего сложного. 10 тысяч просмотров набрать, подключить рекламную сеть. Тем более, это делается все автоматически. Вам не надо ничего никуда переносить, копировать или еще что-либо. Все, вы зашли, зарегистрировались, отправили все свои доки, подтвердили. Как бы все интуитивно ясно. Ничего сложного вообще абсолютно нет. Все, ну, теперь точно все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, естественно, чтобы не пропускать другие интересные видео. На этом все. Пока.